Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Третий фестиваль по скалолазанию на искусственном рельефе в дисциплине Болдеринг прошел в Чите. В нем приняли участие почти 40 человек. Болдеринг это серия коротких трасс разной сложности, основанной на каком-то либо техническом элементе, либо на сложном движении. Всем приходится по-разному. Все зависит от подготовки участников. То есть тот, кто пришел первый раз, конечно, это кажется сложно, неудобно, некомфортно. Те, кто заядлые скалодромщики, так скажем, с легкостью проходят все трассы. Соревнования проводились в трех возрастных группах. Среди мужчин старше 18 лет, среди девушек и среди детей. Вообще скалолазание это очень многогранный вид спорта. Здесь нужна как и сила, выносливость, очень приветствуется гибкость в этом виде спорта. Ну, все качества, которые присутствуют физически в человеке, вкупе дают тот уровень, который спортсмен достигает. Отличительной чертой фестиваля 2014 года стало присутствие большого количества детей, которым приходилось лазить по тем же трассам, что и взрослым. Соревнования, они были, трассы были достаточно сложные, но, несмотря на это, каждый старался выйти то, что может. Ну, вот наши трассы, они помечены разными цветами по степени сложности. Ну, к примеру, я вылез несколько, несколько сложных я, конечно, вылез, но не чувствую то, что, да, сделаю. Фестиваль по боудерингу в Чите включал в себя прохождение 55 трасс разной сложности, от самых простых, которые отмечались белым цветом, до самых сложных, отмеченных черным. За каждую трассу предлагалось определенное количество баллов. Спортсменам предстояло решить, будут ли они набирать баллы количеством пройденных трасс или возьмут сложностью. Баллы за одну трассу делились между теми, кто ее прошел. В итоге победителем среди мужчин стал Артем Першиков. Среди женщин победу одержала Ксения Дедюхина. В категории «Дети» первым оказался Александр Стерхов. Анастасия Дрюмова, Илья Татауров. Специально для ЗАБУНХО.